Что происходит в кишечнике? Когда необходимо почистить кишечник? Какие способы очищения кишечника? Вы знаете рецепты салатов, способных очистить кишечник? Когда надо с осторожностью решать вопрос о проведении очищения кишечника? Смотрите видео до конца и узнаете, как можно не голодая похудеть и очистить кишечник. Перед просмотром видео приветствуем всех, кто нас смотрит и приглашаем подписаться на канал, чтобы узнавать про наши новинки. Состояние и самочувствие человека во многом определяется тем, что он ест. Пища попадает в желудок, затем в кишечник. Что происходит в кишечнике? Кишечник представляет собой полую мышечную трубку, длиной около 8 метров у взрослого человека. Именно здесь происходит расщепление пищевых продуктов до полезных и питательных веществ, которые поступают в кровоток и разносятся по всему организму. Каждая клетка должна получать энергию, кислород, белки, жиры, углеводы, воду, витамины и минералы. Кишечник человека состоит из двух отделов – тонкой кишки и толстой кишки. В тонкой кишке пища переваривается под воздействием пищеварительных ферментов, которые синтезируют печени, поджелудочная железа, железы, находящиеся в слизистой кишке. В толстой кишке всасывается вода, происходит заключительная обработка пищевых веществ под воздействием кишечной микрофлоры. Постоянная кишечная флора участвует в пищеварении и выработке защитных антител. Проходя по кишечнику, остатки переваренной пищи пополняются шлаками – продуктами отхода обмена веществ и затем выводятся наружу. Таким образом, кишечник выполняет следующие функции – переваривание пищи, всасывание и усвоение белков, жиров, углеводов, минералов и витаминов, накопление шлаков и подготовка их для выведения, транспортировка и выведение отходов метаболизма, участие в образовании антител, поступление в организм воды. Проходя по кишечнику, продукты переработки пищи и шлаки могут частично оседать на стенках. А при нерегулярном стуле возможно даже обратное всасывание в кровь токсических веществ, ядовитых для клеток головного мозга и жизненно важных органов. Вот в таких случаях возникает необходимость очищения кишечника. Когда необходимо почистить кишечник? О том, что кишечник требует помощи, следует проводить мероприятие по его очищению сигнализирует следующие симптомы. Постоянная слабость, отсутствие жизненной энергии и сил, хроническая усталость, нежелание что-либо делать, повышенная раздражительность, плохой и беспокойный сон, быстрая утомляемость, склонность к депрессии, нарушение пищеварения, вздутие живота, тошнота, отрыжка, изжога, метеоризм, запоры или наоборот поносы. Появление сыпи на коже, ухудшение состояния кожи, тусклость и нездоровый оттенок, сухость или отечность кожи, рецидивирующие аллергические проявления, хроническая крапивница, отек квинки, аллергический отек, частые головные боли, неустойчивость артериального давления. Все описанные симптомы свидетельствуют о нарушении эвакуации токсических элементов и развитии интоксикации организма. Также вопрос об очищении кишечника поднимается при желании похудеть. Для того, чтобы подкорректировать фигуру, следует соблюдать диету, способную выводить из организма в ускоренном режиме отработанные вещества и тем самым очищать кишечник. Какие способы очищения кишечника? Для очищения кишечника возможно применение различных способов. Соблюдение диеты, богатую клетчаткой. Применение различных средств, влияющих на моторику кишечника и способствующих выведению шлаков. Очищение водой, использование промывания кишечника с помощью очистительных клизм. Проведение специальных упражнений, повышающих выделительную функцию кишечника. Различные методики очищения кишечника можно применять раздельно, либо в сочетании. Особой популярностью пользуются различные диеты, применение которых приводит не только к очищению кишечника, но и похудению. Среди таких диетических мероприятий хорошо зарекомендовали себя салаты, которые даже назвали щетками для кишечника. Соблюдение диеты использованием рекомендованных рецептов позволяет не только очистить кишечник, но и пополнить организм разными необходимыми ингредиентами. Уменьшить суточную калорийность и вызвать понижение массы тела. Вы знаете рецепты салатов, способных очистить кишечник. Важно, что применение таких овощных смесей не дает возникать чувству голода, помогает повысить работоспособность и улучшить самочувствие. Если вам интересно, то вот рецепты таких блюд. Салат из свежих натертых овощей возможно использовать в любое время года. Он помогает кишечнику, очищает не только кишечник, но и сосуды, витаминизирует. Чтобы его приготовить, следует натереть на терке 3 средних моркови, 1 свеклу и нашинковать половину небольшого вилка капусты. Все овощи почистить и промыть. Капусту немного перетереть с солью, потом добавить к ней морковь и свеклу. Все перемешать, заправить 20 мл оливкового масла, 10 мл лимонного сока, добавить немного острого перца. Применять разгрузочные дни с употреблением такой растительной щетки можно не чаще двух раз в неделю. Морской салат содержит водоросли, морскую капусту. Он помогает организму справиться с некоторым недостатком йода и других микроэлементов. Обладает низкой калорийностью, но надолго сохраняет чувство сытости. Употребляя при разгрузке подобное блюдо, голод не замучает. Надо сделать так. Следует смешать нашинкованную почищенную свеклу и морскую капусту. Каждого продукта следует взять по 300 грамм, добавить немного ягод клюквы и полить лимонным соком 10 мл. Пикантный салат, сделанный в восточном стиле. В нем ощущаются японские нотки, ведь именно жители этой страны являются признанными долгожителями. Для заправки салата потребуется сделать специальную заправку, для которой понадобится зубчик чеснока, полстакана растительного масла, 20 мл соевого соуса и 80 мл рисового уксуса. Еще немного тростникового сахара, грамм 25. Все это сложить в чашу блендера и взбить. Сам салат надо приготовить, смешав по 100 грамм мелко нарезанной краснокочанной и белокочанной капусты. Тертой моркови добавить 80 грамм надрезанного редиса, 1 нашинкованный свежий огурец, столовую ложку очищенных тыквенных семечек, чайную ложку оливкового масла и примерно 40 грамм проростков сои. Полученную смесь соединить с заправкой. Такой салат лучше любой метлы вычислит все закоулки кишечника и добавит организму много полезных веществ. Сельдерейный салат. Ведь именно сельдерей содержит вещества, способные связывать многие токсины и улучшают моторику кишечника. Недаром сельдерей называют средством, позволяющим достигнуть прекрасного внешнего вида и стройной фигуры. Для приготовления салата стройности и красоты надо почистить 700 грамм зеленых яблок, нарезать их на мелкие кусочки, также порезать 500 грамм очищенной свеклы, 200 грамм корней сельдерея. На яблоки надо взбрызнуть лимонный сок, чтобы не потемнели, которого понадобится где-то столовую ложку. Все перемешать, еще капнуть столовую ложку оливкового масла и кинуть немного зерен кедровых орехов. Если хочется сладкого, то подойдет следующий рецепт. Две столовые ложки овсяных хлопьев залить в половину стакана кефира или натурального йогурта. Дать постоять, чтобы разбухли, к ним добавить 50 грамм мягкого чернослива, мелко нарезанное почищенное зеленое яблоко. Еще понадобится апельсин, с которого надо убрать кожуру, ножом постараться вырезать мякоть без пленок, а полученный сок вылить на яблоки. Еще для сладости добавить чайную ложку меда. Вот такой вкусный салат, типа утреннего мюсли. Он прочистит и удалит ядовитое вещество, улучшит состояние и повысит настроение. Кроме того, витаминизируют на полную катушку. Употребление подобных чистящих салатов позволяет прекрасно себя чувствовать даже в период соблюдения диеты. Когда надо с осторожностью решать вопрос о проведении очищения кишечника. Однако перед тем, как начинать очищение кишечника, следует посоветоваться с врачом и пройти минимальное обследование. Это необходимо, чтобы исключить возможные патологические процессы, течение которых может усугубиться при воздействии на кишечник стимулирующих средств. К таким заболеваниям относятся. Дивертикулярная болезнь кишечника, особенно с проявлениями дивертикулита. Это наличие выпячиваний на толстой кишке, в которых возможно развитие застоя каловых масс и воспаление. Поражение кишечника по типу язвенного колита, когда на слизистой кишке образуются дефекты, которые приводят к нарушению работы кишечника, болевым ощущениям. Аутоиммунный колит. При таком воспалении кишечника вырабатываются специфические антитела, воздействующие на клетки кишечника. Геморрой в стадии обострения, или при выраженных изменениях вен прямой кишки, наличии внутренних и наружных узлов. Полипы и опухоли кишечника, провоцирующие непроходимость, боли, выделение крови. Серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, головного мозга и легких, требующие щадящего двигательного режима. Во время применения различных средств, приводящих к очищению кишечника, происходит не только очищение стенок кишки, но и повышается моторика, то есть двигательная активность кишечника. А это при наличии указанных патологических состояний ухудшит состояние и самочувствие, вызовет приступ обострения, спровоцирует боли, возможно даже тромбоз сосудов кишечника и непроходимость. Таким образом, чтобы не навредить себя самому, надо перед проведением детокса обратиться к медикам.